Стоны страны. Мнение. Регионы 4 декабря 16.56. Стоны страны Сергей Шергунов об одной ужасной яме у Барнаульского детсада. Сергей Шергунов. Комментариев просмотров 523. Фото, предоставлено авторам. Дети рискуют жизнью. Маленький и тонуть может. Или машина задавит. И это не первый год. Из письма жителей Барнула, родителей, чьи чада посещают детсад номер вопросительный знак 177 по Малому Прудскому проезду, 31. Не преувеличение. Написавшие мне рассказали и показали, на фото и даже видео, проезжая часть разбита до такой степени, что образовалась огромная яма. Весной, летом, осенью эта яма заполнялась водой, и появлялась чудовищная лужа глубиной в метр и протяженностью 10 метров. Автомобили, чтобы не утонуть, вынуждены объезжать по тротуару, создавая опасность для детей. И так из года в год. И никому нет дела, кроме тех, кто страдает. Как же к детсаду должны проезжать скорая помощь, пожарная служба, доставка продуктов и т. д. Через эту огромную лужу. Вопрошали в письме. Читайте также. Те же местные жители прислали письмецо с благодарностью, наконец-то дорогу отремонтировали, яму заделали. Хочется думать, лужа пруд сюда больше не вернется. Вообще-то, дело не депутата Госдумы и даже не депутата Краевого Заксобрания заниматься отдельной барнаульской лужей. Формально это для депутата городской думы. Но приходится писать запросы про дороги и ямы и не только регионов, от которых избран, но всей страны. О чем нисколечко не жалею. Если удается помочь. И почему бы не поделиться тем, что важно для людей. Мне пишут про больницы и школы, нищету и безработицу, отсутствие гражданства и свирепство и веналки, ветхое жилье и мечту о любом жилье, свалке, застройку, уничтожение старины, про дороги, колдобины, лужи. Правильно, что пишут. И я продолжу эту летопись под кодовым названием «Стоны страны». Кроме стонов, есть и подвиги, и прорывы наших людей. Инициативность. Самоорганизация. Часто вопреки всему. То, о чем тоже необходимо говорить. Например, победа школьников на Олимпиадах. Лица юности проект, через который я рассказываю о молодых успешных людях в России нашего времени. А потом очерки выходят в журнале «Юность». У Александра Пшеничникова все началось с победы на Всероссийской Олимпиаде школьников по экономике. Сейчас ему 22-го года, он кафе-онгер и директор по продукту сервиса по поиску работы и стажировок Буду. Здесь вакансии только для молодых специалистов с небольшим опытом и только в интеллектуальной среде. А еще конструктор резюме и карьерных советов. Сейчас стартап проходит акселератор MFTF из тех.старт и расширяет клиентскую базу. Для кого-то это птичий язык, для человека нового поколения судьба. На Сашиной платформе начинающий специалист может узнать, как правильно увольняться, просить повышения, собеседоваться и как искать работу в том числе. Но основная задача привлечения работодателей. Такие молодые люди, которые полагаются только на себя и затевают свое дело, есть не только в Москве, но и в Барнауле, и во Владивостоке, и в Калининграде. Но их катастрофически мало. А еще щебет Прокофаундера и его стартапы звучит не только над столичной плиткой и велодорожками, но и над диким бездорожьем, над ямами-лужами, над полями, заросшими бурьяном, над полуживыми поселками. На этот веселый щебет русская земля отвечает нутряным протяжным стоном.